Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 20 выпуск второго сезона «Пути со дна с прокачкой с нуля» в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске сделал рывок в квестах егеря, и на сегодня осталось пару вопросов, нерешённых на заводе. С этого, пожалуй, и начну выпуск. Если всё пойдёт удачно, то останется время на квесты миротворца. Лояльность с этим парнем на нуле, а значит, работёнки там немало. Дроид, Кирилл, Роман, Александр, Лигдер, огромное спасибо за вашу поддержку и поздравления. В общем, накопилась энная сумма, и я обновил себе монитор. Купил Samsung Odyssey G5, это 2К монитор, 144 Гц. Теперь видео станут чуточку интересней по качеству, так как мне не придётся растягивать Full HD до разрешения 2К при монтаже, а запись будет сразу вестись в 2К разрешении. Жму руку ребятам, благодаря которым смог позволить себе такую железяку. Спасибо за такой классный подарок. Всем приятного просмотра! Не удивлён, что кучу целую мне по страховке вернули. Зато будет с чем сегодня побегать. Этот вопрос снят с повестки дня, получается. Итак, главной задачей на сегодня будет завершение квеста Друг Запада, часть 1. Мне нужно убить бойца ЧВК Юсека. И путь охотника, охранка. Нужно будет добить этот квест, убить ЧВК на заводе. В районе офисов тоже один всего ЧВК остался. Будем надеяться, что по охранке и Другу Запада это один и тот же ЧВК. Всё, я готов, порядок привёл Витязя. Так, скромненько выхожу, налегке. Экстренная медицина, картоха. Всё по-скромненькому. Рабочая форма одежды, в общем. Идём на завод в дневное время, страховать буду пушку, макушку, картошку. Надеюсь, быстренько получится с этими квестами разобраться, чтобы долго на заводе не висеть сегодня. Планы на рейд я уже озвучил, мне нужен ЧВК в районе офисов, желательно, чтобы это был Юсек. Поэтому сразу постараюсь в район офисов подвалить. Там мы будем искать свою жертву. Для аэродинамики сразу. Звёздочки. Мазюкнемся. Опа. Но это не про меня, мне надо в офисах. Возможно, это даже Тагила там щёлкает с Сэйги. Опа. Есть клиент. Их даже двое. О, молодцы, молодцы. Сейчас, пацаны, подойду, подождите меня. Твою мать. О! Выполнил. Да пофиг. Пусть он там чем хочет занимается. Я пошёл домой. Мавр сделал своё дело. Мавр может уходить. Всё, бонжур, парняги. Отыгрался я на Европе. Всем спасибо. Все свободны. Я вообще, если честно, не рассчитывал там кого-то застрелить. Я по большому-то счёту просто взял и огонь, как говорится, на подавление дал туда, чтобы он не высовывался. И даже никакой тебе пробежки. 1116, нифига себе. Ну вот он, Юсек. В районе офисов. Всё сработало, как по нотам. Теперь мы закрываем Друг Запада, часть первая. Подзаработали долларов. И должно хватить час на вторую часть. Друг Запада, часть вторая. А здесь 6000 всего надо, оказывается. Всё, передаём. Закрываем Друг Запада вторую часть. И открываем миротворца. Можем приступать к его квестам. Ленд-лиз, часть первая. В лесу, на берегу. Надо будет найти железяки всякие. Осведомлён, значит вооружён. Нужно Wi-Fi камеры навтыкать в лесу, на таможне и на развязки. И закрываем квест Егеря. Путь Охотника. Охранка тоже завершён. Шестерых ЧВК завалили. Путь Охотника. Трофей. Найти и убить Решалу. И притащить его золотой ТТ. Резерв. Найти склад продовольствия на резерве. Путь Охотника. Очистка леса. Убить диких по всей территории Таркова. 30 голов надо настрелять. Просто с ума сойти. Смотри, какую простыню он мне квестов выдал, Егер. Теперь даже некоторые квесты будут попутно выполняться. Вот это я понимаю. Рыболовные снасти. Квест от Миротворца. По которому нужно найти лодку спрятанную волнореза на берегу. И заложить там снайперскую винтовку СВ-98. И мультитул. Предметы для закладки он мне сам выдает. Так что тратиться на них нет необходимости. И забыл совсем. У меня же водосборник сварился. Всё. Теперь мы можем переходить к следующей постройке. Это будет санузел третьего уровня. Там у меня что? А, тут только докупить 7 часов. Сейчас быстро докуплю всё что надо. Вот такие дела. К следующему выпуску. В Акурат будет уже санузел третьего уровня. И можно будет строить пищеблок. Я готов идти на берег. С теми же куколками-тряпочками пойду. Единственное возьму СВ. Квестовую и мультитул. На берег пойдём. А можно и... Можно и вечером пойти я думаю. Долго я там ходить не буду. Я сразу же где бы ни появился побегу к берегу. Закладывать буду предметы. И идти на выход. Сейчас на берегу конечно квестов куча целая будет. Но по возможности я буду их разбавлять рейдами на какие-нибудь другие локации. Так как есть где и чего поделать сейчас. Опа, я в порту. Неплохой спаун. Пошли на Норвенске. Погодка конечно такая себе. Я не вижу. Буйки им не моргают. Я вот подумал тут может быть на Норвенском сразу попробовать и выйти. Тут недалеко от Норвенского это место, где надо закладывать. Но буйки говорят, что нет. Ты не выйдешь отсюда. Есть ещё одна теория интересная. Там лодка эта, я что-то не замечал. Возле которой выход. Там говорят есть возможность посмотреть есть ли якорь. Или фортован он или нет. Сейчас поглядим. Теория интересная. А вот чтоб пробежки у меня не было. Мне выживание, выход с локации нужны. Надо будет что-нибудь поглядеть. Типа ящики. А, ну на Норвенском же сейфы есть в компании. Сразу идём закладывать. Надеюсь, никто мне лоб сейчас. Ни с кем не стукнемся. Вот она лодка. У волнореза. Есть. Ну пожалуйста. Не хочешь ложиться. Ну капец. И буду я вот так вот стоя, как статуя. У которой нет глаз. Ладно, я в рейд специально вечером вышел, чтобы поменьше народу было. Перед закатом вряд ли кто-то сюда пойдёт. Заклад. Хотя, может так же, как и я, думают люди некоторые. Такой же сейчас придёт тут. Так, есть. О, теперь лёжа закладывает. Мамана. Всё, сейчас заложим. И можно посмотреть на Норвенском, если выход работает. Что вряд ли. Судя по буйкам. Но сходить проверить интересно. Всё здорово. Отлично. Заложил нужные предметы. Плюс в Норвенском надо посмотреть сейфы на наличие антиквариата. И других интересных предметов. Каких-нибудь. Кстати, если попадётся... Уже всё, уже темно. Надо валить. Если попадётся санитар, то... Будем пробовать убить его. Есть квест теперь на убийство. Санитар у флешка. Таргов, молодец! Я сколько выпусков ходил, только флешку искал. И тут, на тити. Вот вам флешка. Я так и знал, что такая фигня произойдёт. Только с Дашей начнут попадаться подряд эти флешки. Прикольно-прикольно. Всё, теперь надо поглядеть, работает ли выход или нет. Какие ещё могут быть признаки? Буйки. Не горят. Концы не вижу. Не работает выход. Вот так вот. Ну и ладно. Пойдём тогда до тоннеля. Мне идти здесь, конечно, далековато. Но это так кажется. Глаза боятся, а руки делают. Ну, ноги в частности. Мне вдоль берега просто добежать до конца карты. И вся любовь. И я на выходе. Попутно как раз ещё и пару тайничков можно будет глянуть. Так что это не беда. Вот что, рванули. На выход. Вот этот красивый. Рядко кто вообще этот тайник смотрит. А тут хлорка целая. Вижу, дикий ходит там. Если я вдоль берега пойду, он хыпыш не поднимет. Бум, надеется. Вообще, те, кто передо мной, там дикие шмики, им тяжело будет видеть меня. Ну, ботом-то пофиг, конечно. А вот те, кто в спине, у меня потенциально вот им хорошо будет видно мой силуэт, потому что закат здесь, на этой стороне. Я нормально вроде игнорирую. тут уже ближняя дистанция, тут уже смогу с Витязем. Тут уже Витязь будет базарить конкретным. Хорошая бюджетная пушечка, конечно. Патроны вообще копейки стоят. Такой бюджетненький вариант выручалки. Чё, всё, тишина. Похоже, что я выхожу. Круто. Хороший, быстрый, продуктивный рейд. Даже 10 минут, получается, не прошло 41 минут до конца. Ну вот, даже пробежку не засчитали. Выживание есть, несмотря даже на то, что я не сделал ни единого выстрела. Отлично. То, что надо. Рыболовные снасти. Квест закрываем. Сафари на тигры дает он квест. Я думал, он дальше на берегу меня будет гонять, а он, оказывается, на таможне. У меня надо пометить маркерами три тигра на таможне. Два из них на дороге рядом, где КПП за новой заправкой. А третий примерно между ВСРФ и блокпостом снайперов. Кроме трёх тигров, мне нужно пометить ещё Газель в пятом цеху. Поэтому я беру четыре маркера, а всё остальное снаряжение то же самое. Валим на таможню. Тут мы пойдём уже в дневное время. И да, всё тут страховано. Поехали метить технику. Цель рейда пометить Газель, пометить три тигра и выжить в эти с локации. Можно будет стрелять по диким, но нежелательно, так как глушителя у меня нет, а мне нужно будет быстро передвигаться по карте, не привлекая к себе особого внимания. Так что стрельба только в случае крайней необходимости. Ой, блин, капец, у меня спаун убитый. Сюда сразу спрячу маяк. Самый неприятный спаун какой. Мог быть такой, вот и мне и попался. Мне теперь придётся через все точки выхода на локацию всех соседей обойти. Сначала Газель тогда пометим. Опачки. Вот я и говорю, блин, сейчас. Всех соседей тут перешурудим. Ты один или вас тут пятеро? Чтобы не больно было, звёздочки туда-сюда. Подмял уже всё это дело. Но, судя по всему, он один. О, там он горенький. Понятно. О, тринадцатый. Ладно. Прости, братёнь. Ну, это арка. Давай тогда в Газель. Реагент. По-моему, квест называется. Вот в этом оно помещение. Вот сюда замаячим. Биг кастомер. Простое любопытство. Реагент четвёртый. Всё. Все три квеста сюда. Все трое ждут, кому квест сдавать буду. Хе-хе-хе. Лиса будет лыжнику сдавать. Уже там штраф у него по лояльности, во-первых. Опа. Что за бегунки? Бегуньки нам не нужны. И не интересны. Мы сразу тогда тигра будем метить. Блин, там дикий. Мне по-любому туда выходить надо. Вот так вот. Вот сюда пока никто не видит. Да чё ты открываешь, медь? Зачем ты мне открыл? Ага. Слышу. Блин, вернулся бегунок. Ты чё, этот дикий там лазает туда-сюда? Ну, чуваки. Так, второй тигр. Через заправку попробую проскочить. Если вдруг решало будет, то... Я не вижу. Но они могут быть там, на парадке быть. Мне же решало тоже убить надо. Даже не столько заводские мне сейчас интересно, сколько решало. Эти взрывы мне не вообще не... Мне не... Придётся обходить тогда через заводскую, что ли, территорию? Там наверняка пачка будет пасти. Опачки! Чего ты орёшь? Вот он. Так, в общагах, короче, возня. Значит, мне туда нежелательно идти. Глянем ключик. Скорой помощи. Оп, понятно. И, наверное, через КПП... Ой, блин, устал. Через КПП, короче, перевалю на ту сторону. Лучше обойду эту взрывню и стрельбу. Спокойно. Мне нужно добраться только до ВСРФ. Там замаячить и там же выйти можно будет, я думаю. Либо ВСРФ, либо лодка контрабандиста сто пудов будут работать. Благо, ключ от выхода с завода я взял. А что, тут КПП встроить не вопрос. Раз. Два. Ключик в багажнике отсутствует. Ну, давай, наверное, через зелень. Там есть хлыпрый перепрыг. Как гопстер учел. Попробуем воспользоваться им. Правда, я ни разу не пробовал. Первый раз когда-нибудь должно случиться. Вот так вот. Вот так вот. Да, ну, пошло оно. Все. Я пытался. Не хватает практики. О, я вовремя ушел оттуда. Смотри, я бы как раз сейчас там переходил бы. Как раз сейчас бы под горячую руку попался. А мы тогда тут просмогнем вот так вот. И на ВСР. Посмотреть надо будет работать прожектор или нет. Если работает, это тогда тут же на ВСРФ и выскочить можно будет с локации. А ВСРФ трейлерный парк лококонтрабандиста. А, ВСРФ всегда работает, получается? Вопросов нет? Его сделали теперь постоянным выходом, что ли? Ага, бегает кто-то. Мне уже писал кто-то из зрителей в комментариях насчет того, что ВСРФ теперь вопросов нет. Он, скорее всего, постоянно выход. но он такой довольно опасный. Нифига, ты сразу на меня, блин, заагренный. Ты чего? Ешь так просто пройти. Нифига, он внимательный. Тут тропинка такая опасная, популярная. Тут много кто-то сюда ходит. Но почему его постоянным сделали, я, если честно, вообще, не знаю. Не припомню, что кто-то жаловался, что вот ВСРФ надо сделать постоянным. Намана? Намана, намана. Но я на всякий случай все-таки гляну, прожектор горит или нет. Как раз проверил, что тут подикий. О, вот это мы съедим. Ну, давай. Это в хозяйстве пригодится. Так, прожектор же хотел глянуть. Да, горит. Слушай, и правда, скорее всего, ВСРФ теперь постоянный выход. Интересно. Ладушки, тогда тигра метим. Вот здесь он за железными воротинами. И домой. И раз. Блин, у меня кто-то есть тут. Подожди, 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 10 секунд. Подожди, 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 10 секунд. Он в курсе, что я езжу. Да вы чё, как, как-то через кусты, алё? Ой, блин. Ой, блин. Всю малину мне обгадил. Из-за этого типа я теперь не смогу закрыть квесты. Мне надо было выжить, выйти с локации. Ну да, сафари надо было выжить, и реагент тоже надо было выжить. У меня есть ещё один аргумент железный, сходить на таможню, заложить надо будет вай-фай камеру, спрятать точнее. Закладываем камеру и пробуем выйти с локации. Таможня, час дня, и страхуем пушку, ушку, макушку, и всё. Остальное ничего не надо, там кираса третьего уровня. Значит, мы идём на блокпост снайперов, там прячем камеру в кустах. Если будет возможность, то чуть-чуть подлутаемся, если нет, то пару диких завалим, и всё. Главное, чтобы пробежки не было. Тогда смогу закрыть два квеста подряд. Капец, меня, блин, закинуло, чёрт знает куда. Вот нафига мне тут в этом трейлерном парке. С большим монитором прям чувствуется, как железо. Немножечко не хватает мощности при записи-то. Чувствуется. Хотя можно было бы предметы туда-сюда передёрнуть, чтобы опыт хоть какой-то подвалил. Вот так вот. рюкзак забыл, надо было МБСС хотя бы какой-нибудь взять, еленький. О, рафатка. Заберём. Всё аккуратно сложим. Вдруг кто-то подойдёт, откроет, скажет. О, нифига. Вреди спаунятся. Лун без галки уже. О! А ну закрыть. Никому не показывать, что это лутается. МП-9 нашёл. В багажнике. Газа, насосная станция, все дела. пояски можно взять, да? Во! Нифига-то там, чё-то там, нифига. Нифига-фига, ты чё? Пацаны, щемись! Какие щемись! Чё за дурень? Пацаны, я на нуле, пиздец! Свистни в хуй! Чё тебе пиздец придёт? Капец ты типчик, ты чё, нифига такой злой, за что? Сумка зато имеется. Не-не-не, надо чесать отсюда. Я, по-моему, кого-то там слышал? Или у меня уже паранойя за гаражами? Это дело с Хавеем где-нибудь, незаметно. Ладно, чтобы успокоить себя, гранаты туда. Если вдруг кто заинтересуется этими взрывами, то они пойдут в ту сторону, а деса здесь, деса хэтрой, вон туда бегите. Вот, отлично. Всё, занимайтесь. Я даже не ожидал его там встретить, если честно, этого дикого. Так, ну чего, переходим тогда как раз на блокпост снайперов. Там же мы запрячем Wi-Fi камеру, а вот на выход придётся мне... А на выход, на выход, на выход, куда мне пойти? На забышке далековато, можно попробовать выйти на старой заправке, что ли. Сейчас поглядим, чтобы никто не помешал нам. Тишина вроде. Так, за синими контейнерами есть кусты между времянкой и синим, вон. Вот в этих кустах мне надо будет Wi-Fi камеру эту установить. Вот здесь вот. Вот так вот. Всё, пошёл процесс. Закладываем тут и пойдём сейчас на старую через стройку попробуем уже. Или через гараж там. Осведомлён, значит, вооружён. Можно что-нибудь затырить под сумок. О, Вики справа. Ё-моё, как не попал-то первый раз. Ну всё, по этой стороне мне точно не вариант идти, там какая-то стрельба идёт. Так же там опасно. однозначно через эту сторону тогда двинем. Ух ты, мать твою, нифига, это чё такое? Ты кто такой? Это дикий такой? Скорее всего, дикий заспавнился с Эгги, шлёпает. Я его даже не вижу там. Где-то в кустах. Да пошёл ты в баню. Сейчас от дикого отъехать было бы крайне нежелательно. А может и не дикий. Но выяснять я это, конечно же, не буду. Лучше пойдём через ВСРФ. Надо попробовать выйти на старой заправе. Служивый! Ой, какая ксюха, блин, вообще противная кушка, ей только на ближней дистанции ботов мочить отучаю. Ну всё, занимайся. Как-нибудь без меня там, пацанчики. Мне бы надо два квеста вынести, ещё и Wi-Fi. Ну Wi-Fi камера-то ладно, она уже всё засчитана, даже если погибнешь, то она оттуда никуда не денется. А вот с маяками непонятная ситуация. включил маяк, установил на технику, всё, сигнал пошёл, чё ещё требуется, зачем мне вызывать-то? Понятный момент, непонятный. Свеча мне как раз одна ещё нужна была, а будет домой её отнести. Тушёнку захавать можно. Как раз звёздочка энергию только забирает. Сейчас мы энергию и восполним как раз тушёнкой трофейной. Приятного аппетита! ну что, старая заправка. ЗБ-13 никто не открывал, никто даже не включал его. заранее, видимо, никто этого не делает, чисто уже на трубе сидит. Попробуем. У, убил. Окей. я похоже не отрешал они бы уже наверное надо бы встали и хотя могут сидеть в засаде же зараза за угол забежал куда-нибудь и все привет медведь вроде тихо а вот это дайте и спить живой водится так ваше здоровье да работает старая заправка все отлично зеленый дым есть значит попробую здесь вытряхнуться проверю если дикие или нет и домой на вижу 1 вот хотя они обычно тут по одному не спавнятся возможно где-то еще вот этот бронежилет я бы забрал он классом выше хоть и очков меньше пески ну давай чё продадим автомат все я домой все в этот раз больше повезло здесь никто не сидит большой магаз не помещается черт с тобой на все отлично ну что вот так вот из-за того что не удалось выйти в прошлой прошлом рейде пришлось зайти в рейд для того чтобы выйти из рейда хороший короткий рейд зато продуктивный еще и пятерых диких с собой попутно зацепил тоже все в копилку сейчас пойдет в квест от егеря сафари на тигра завершён пометили 3 тигра и вышли с локации металлолом теперь он дает вот теперь он меня отправляет на берег зашибись вот теперь мы точно пойдем на берег надо будет три танка т-90 пометить на берегу один из них находится возле гэс 2 находится в деревне возле тоннеля и 3 находится в проходе между скал выходе возле речки стоит у бункера лыжнику сдаю реагент часть 4 проваливаются два квеста один у терапевта один у прапорщика но это ничего страшного там лояльность мы сейчас поправим и это обойдется нам гораздо дешевле как если бы пришлось поправлять лояльность у лыжника дает он еще квест безопасный коридор убить диких подземном складе резерва вот он квест от прапора big customer задание провалено лояльность упала и пропор у меня теперь первого уровня лояльности сейчас поднимем то же самое простое любопытство квеста терапевта тоже провалили лояльность свалилась скатилась и текущее отношение первого уровня всего лишь пришлось перезайти в игру чтобы появились эти квесты они оказывается там подвисают как-то и вот он без обид квест 10 гранат м67 надо будет сдать лояльность вернется плюс 0 25 лояльности еще пять вот докупил на барахолке все лояльность порядке обид у прапора ко мне никаких не имеется аналогичный квест забудем старые обиды у терапевта тоже здесь надо передать предметы 4 ключа а 303 ключа у меня нет за b14 я думаю смогу купить на барахолке в любой момент поэтому его сдаем кпп тоже я не пользуюсь практически склад туда же 303 купил сюда же все плюс 0 25 лояльности и снова терапевт и прапор у меня третьего уровня лояльности все отлично теперь пойду на берег надел жилет дикого на тот случай если пересекусь какими-нибудь чувака и получится их убить то они пойдут в квест каратель все чуть маяки не забыл маяки взял для танков оружие сейчас починим и все я готов так идем на берег в 18 до темна я успею все добро сделать страховать ничего не буду не скромные планы на рейд если честно я взял 112 ключ для квеста витамины взял 306 ключ по врачебной тайне полому второй части терапевта взял три маяка чтобы пометить танки для миротворца ну и все получается надо будет выжить выйти с локации чтобы квеста засчитались чтобы сдать их можно было точнее а я появился в деревне что ли возле тоннеля это даже не очень-то и плохую я бы даже сказал хороший спам я появился прям возле танка мамана на мана шам это дома и челла суда и присобачим вот так вот все первый танк пошел зашибись есть у меня спавны как справа так и слева так что соседи могут быть не исключаем такого варианта обычно соседи идут либо вдоль края карты либо первой точкой соприкосновения у нас будут коттеджи а на коттеджах санитар может быть попробуем через коттеджи пробел может санитара там встретим так прям отдельную охоту на него устраивать не буду буду пока тут дел мне нереальное количество тут будет квестов поэтому рано или поздно я обязательно встречу санитара но было бы хорошо конечно его с оптикой какой-нибудь встретить издалека а тут так внедряться опасен в одного тем более если тут на строительной площадке нет то похоже тихо все пошли на газ тогда странно диких даже на крыше нет чё за фигня ну ладно вы мне тут особо то и не нужны мне главное сюда за танком пришел танк здесь за газ на мостике интересно я думал попутно сейчас еще пару-тройку диких завалю ну ладно за дикими мы я за это не переживаю мне еще надо будет в лес эти там 15 диких убить под эффектом симуляторов каких-нибудь так что наберем молочка или энергетиков вперед второй танк пометил третий танк находится за лазурным так что я буду внедряться в лазурку мне нужно западное крыло но западное крыло которое ближе сюда прям прям край крыла который ближе к центру это можно и с этой стороны мне внедриться с ли шума пыли никакого не будет можно будет еще и кабинет санитара посмотреть на наличие лед икса автор москопов и прочих прелестей но без фанатизма послышалось нет не послышалось ладно восточка отбой опачки ой 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 как долго все это было братюня спалил мой маршрут с этой стороны тогда надо будет мне подойти попробовать там наверное привлек он внимание своей стрельбой блин теперь все ой да тут вообще капец разницы нет чтобы я если бы я оттуда заходил или отсюда все равно все видно в какой бы комнате бы не находился враг ему сейчас капец все видно хорошо нет все нормально а нет есть кто-то это дикий дикий да дикий ну на ближней дистанции еще более-менее с психи то пилить тут вопросов не имеем так 112 комната западного крыла здесь у меня находится по витаминам один реагент или как он называется похавать попить есть что вот задача выполнена витаминная часть первая на столике говорят еще синяя карта может спавниться жизни не встречал хотя я не часто тут можно глазурьки так что это нормально чё у тебя по патронам бро понятно все давай в 306 тогда здесь же что-то увлекаться начинаю я здесь вообще-то поделал сразу на третий этаж на ближе к центру ох блин там простреливается это все дело да вот она 306 давай 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 а вот и кабинет нужно здорово пацаны у кого пьяные лежат вот она нужная папка врачебная тайна до часть 2 а вот это мы продадим добытышки уберем оттуда продадим а если помрём так сами будем использовать один маяк остался пошли на проход между скалами поглядим сливых отработает то там и выйдем слышал да да он по стеклу где-то тут блин дай у тебя уже слишком много чего на кону все зашибись свалил где-то по стеклу там слышал я крался какой-то тип ну и все самое страшное позади лазурка пока за спиной осталось хотя мне еще много-много раз туда надо будет вернуться давай поглядим что там на скалах безопасно нет посмотрим если зеленый дым скала чистоган да дым вижу в низах тоже чистоган сначала так вот просто можно будет выйти что ли а покушаем туда что ли 671 капец я его отменил и он не туда и не сюда не ушел да подумал на холодильник же мне нужен будет набор селедки тому прочего ну да ладно все отлично хороший получился рейд все тропинки рабочие все выходы рабочие круто я вышел а я забыл пометить последний танк который на выходе кто молодец я молодец папку принесли терапевту передаем ее и закрываем квест врачебная тайна часть 2 врачебная тайна часть 3 найти автомобиль принадлежавший начальнику медицинской службы санатория собрать образец крови а это в лес витамина часть 1 передаю первый контейнер остальные два на развязки ну и в завершение как договаривались оружейник 10 часть нам нужно модифицировать а к 105 должен быть с глушителем магазином на 60 патронов по параметрам прицельная дальность больше 800 эргономика выше 43 сумма отдач меньше 550 вес 4 и 8 килограмм или меньше и как всегда компактный на 8 ячеек как говорил в предыдущем выпуске не буду показывать как выполняется поиск тех или иных модулей я думаю это уже лишняя будет информация но те кто не знает можете либо смотреть просто что я устанавливаю либо посмотреть предыдущий выпуск там в конце я подробно говорю как что ищется какие фильтр по связи использовать и так далее разбираем 105 калаш оставляем только газовую трубку и поехали цевьё си эй эй рс-47 для кай совместимых устанавливаем бам дальше магазин на 60 патронов для к-74 устанавливаем приклад чтобы установить нам нужен будет замок для приклада pt для а к-74 м сотой серии и на него pt-3 приклад зенитовский классика называется его устанавливаем вам мой для а к пистолетная рукоятка с эргономикой плюс 12 самый дешевый на момент записи предмет крышка ствольной коробки академия бастион для к чтоб можно было прицел туда присобачить на 105 устанавливаем глушитель пламя-гаситель дгп а5 45 39 берем его устанавливаем рукоятка костыль в простонародье тактическая рукоятка кейс и вертикал и рукоятка затворы рп-1 для кай совместимых плюс один эргономики дает ее не хватит на мысли без нее оптический прицел сик браво 4 минус 2 эргономики 800 дальность прицеливания чуть подорожал прицел но это лучший вариант для данного оружейника играть ли с такой пушкой честно говоря я бы оставил только магазин пистолетную рукоятку и приклад все остальное бы заменил не играбельная как по мне пушка на средних высоких уровня для начального уровня до пушка ничего такая получится если вместо оптики коллиматор поставить конечно переходим к механику передаем ака 105 и закрываем оружейник десятую часть забираем награды открывается 11 оружейник оружейник 11 модифицировать а из вал в соответствии с требуемой спецификации и грубкие слова но там ничего сложного главное чтоб все продавалось у людей торговцы у меня не особо там открыты так будет возможность то закроем следующем выпуске этот квест в итоге получилось сегодня целую дюжину квестов по перезакрыть на сегодня у меня все всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск был интересным всем удачи хороших выходных спасибо за вашу поддержку моральную материальную за пальцы вверх вы просто красавчики увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания а